Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с вашей проблемой, с вашим вопросом с точки зрения психологии. В последнее время заметили вы с собой, что стали мягче или попросту стали проявлять слабость. Ну, значит, во-первых так, давайте сразу определимся с вами вот с каким моментом. Значит, понятно, что вы были не всегда жалостливым. Понятно, что когда-то вы были другим, понятно, что когда-то вы вели себя совсем иначе, совсем по-другому. Но вот в последнее время, значит, у вас это кто-то поменял. Давайте попробуем подумать с вами, что, собственно говоря, поменял. Что, собственно говоря, изменилось в вашей жизни, что вы стали теперь более мягким. Вот это вот, наверное, первое, с чего стоит начать разбор ваших проблем. Это анализ, значит, ситуации, значит, в которой вы оказались, анализ ситуации, в которой вы оказались. Потому что, ну, объективно, вот, вы оказались в какой-то, видимо, новой для себя ситуации, раз стали мягче и стали проявлять слабость. Раз вы оказались в новой для себя ситуации, то, соответственно, не знаете, как в этой ситуации себя вести. Ну, а если вы не знаете, как в этой ситуации себя вести, то, соответственно, нужно сперва выработать модель поведения по тому, как вести себя в новой для вас ситуации. Сначала нужно, значит, проанализировать то, что с вами произошло, это первое Значит, что подвигло вас, что восстанило вас, значит, что вести себя по-другому и так далее Это первое Второе, вы говорите, что стал я вот проявлять слабость, да? Стал я мягче Значит, соответственно, вопрос, который я бы хотел вам задать А вот мягкость и слабость проявляются в чем у вас? Какая направленность у данных проявлений? В каких аспектах вы жалеете людей? Когда вы проявляете свою жалостливость? Почему вы не любите, когда жалеют вас и не любите жалеть других? Что это для вас значит? И почему вы стали это делать? На лицо вполне явно, на мой взгляд, проявляется то, что вы в какой-то своей потребности себя зажимали Очень сильно зажимали А значит, сейчас это проявилось То есть вот вы себя зажимали, 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 зажимали А сейчас это проявилось То есть потребность, то она росла, 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 росла А сейчас у вас, она начала давать о себе знать Это самая потребность И поэтому вы, вполне возможно, свое поведение и изменили И, соответственно, нужно понять тогда Что это за потребность Почему вы ее не реализуете напрямую А реализуете вы ее исключительно через другие И, скажем так, средства Что мешает реализовать эту потребность напрямую Вот в этом карте Нужно тоже вам самому как следует подумать Вот Дальше Значит Когда это проявляется, пишите вы Я чувствую себя угнетенным И жалею за то, что был мягок Ну, здесь как-то вот вообще Мне кажется, неправильный у вас подбор Техно терминов идет То есть, смотрите Вы говорите, как бы, что Значит Вы говорите, что Вы чувствуете себя угнетенным Угнетенным кем? Вы жалеете себя за то, что были мягким То есть, получается, что вы не принимаете в себе некую потребность Которая у вас есть И всячески стараетесь, значит, сделать вид Что Этой потребности у вас нет Хотя В действительности она есть Конечно Ну и, соответственно Необходимо подумать, что это за потребность И почему вы ее не принимаете То есть, понимаете Когда вы говорите, что я не люблю Когда здесь жалеют меня И когда жалеют других Это как бы защитная реакция Когда вы проявляете свою Собственно, жалостливость Вы, как бы, реализуете эту свою потребность Но, естественно, не напрямую Потому что напрямую у вас это сделать не получается Вы не умеете А реализуете ее именно так И тогда, соответственно Чтобы вам Перестать Жалеть себя и быть мягким Нужно осознать Ту самую потребность Которая к этому Привела И вот Тогда Вы сможете По крайней мере Понимаете Откуда Берет начало То, что вы сейчас Чувствуете Я Более чем уверен Что это Всегда Было с вами Всегда Просто Вы этого не замечали Но это всегда было Сейчас оно Дает о себе знать И вы По привычке Продолжаете Это Игнорировать Но поскольку Отредность Возрастает То Ее проявления Видны Гораздо Более Явно Чем Раньше Из-за этого Произошли Изменения В вашей Жизни На этом все Надеюсь Что помог вам Если какие-то вопросы Остались Пишите в личку Помогу Если вам Понравился Мой ответ Буду благодарен Если сделаете его Лучшим Желаю вам Всего Дамого доброго И удачи